Вы слушаете Радио Спутник Абхазия. Поэтому у нас за этим законом остается много моментов, которые не учитывают действующий закон. Новый бюджетный кодекс будет предусматривать практически все стороны бюджетной деятельности, которые должны быть в нашей стране. Отсутствие вот такого кодекса до сих пор, как это сказывается вообще на работе? Мы потихонечку подходим к нормальной системной работе. Я думаю, что в 2016 году, если мне не изменяет память, когда принимали этот закон об основах бюджетного устройства, для того времени может и соответствовало этот законодательство. У нас бюджетный процесс настолько продвинулся вперед, у нас пошла казначейская система, у нас в бюджете очень много статей, которые должны предусматривать и по доходной, и по расходной части. Есть много нюансов, которые должны быть отражены в новом бюджетном кодексе. У нас к следующему году, да, практически у нас будет уже не новый, а впервые налоговый кодекс, таможенный кодекс, и я очень сильно надеюсь, что мы согласуем и в следующем году уже будем рассматривать бюджет на очередной год. В этом году вы сейчас не одобрили пока проект бюджета на следующий год. Связано ли это с тем, что у нас не хватает законодательных механизмов и нет бюджетного кодекса? Как-то это связано с этим в том числе? Ну, проект закона о бюджете на 2023 год мы рассматривали на комитете, и комитет не проголосовал для принятия в первом чтении. Но это не значит, что мы не будем выносить бюджет на первое чтение, на ближайшую сессию будем выносить, и там будут как бы уже остальные депутаты будут принимать решение. А вот бюджетный кодекс, отсутствие его как-то связано с тем, что вы вот сейчас нормально не можете работать с бюджетом? Это вот для обывателя, если объяснить, для тех, кто не разбирается в проволочках вот законодательной системы. Вы знаете, депутатов и меня в том числе, хотя я проголосовал за принятие в первом чтении самого проекта бюджета, форма, даже форма составления бюджета смущает, честно говоря. Этот бюджет в таком виде, он принимался с 2016 года, сложилась какая-то определенная традиция, но мы хотим систематизировать работу над проектами бюджета страны на дальнейшем. Понимаете, даже сама форма составления будет видоизменена. Хорошо, а как будет проходить вот эта работа над бюджетным кодексом? Вам хватит сил внутри парламента или будут юристов привлекать? Насколько вообще это сложная работа? Это очень сложная работа. Новый бюджетный кодекс, это не будет как бы плодом труда только нашего комитета. Мы хотим привлечь и органы госуправления, министерства финансов, министерства экономики, министерства по налогам и споров, другие фискальные органы, хотим привлечь экспертное сообщество. Мы, когда мы закончим готовить проект этого бюджетного кодекса, мы, я думаю, что мы организуем тщательное и всестороннее обсуждение. А вот на ваш взгляд, сколько времени вот вся эта объемная работа может занять? Когда он может появиться, новый бюджетный кодекс? Я планирую, я бы очень сильно хотел бы после всех обсуждений где-то до первой половины следующего года закончить, принять этого законопроекта. И немного о бюджете, о проекте бюджета на следующий год. На ближайшей сессии будет ясна окончательная судьба, как депутаты проголосуют, весь корпус как проголосует. Но в целом, вот если он не будет одобрен, как потом будете работать над ним? И над чем? Ну, если проект бюджета будет отклонен в первом чтении, он будет отправлен обратно. И я думаю, что органы исполнительной власти на него отреагируют. Я очень сильно надеюсь, что мои коллеги, депутаты, мы не сделаем подобное. Мы сорвем процесс принятия бюджета. Если я везде говорил и говорил своим коллегам, если какие-то статьи, пункты, представленный бюджет что-то не учитывает, значит, мы имеем право вносить туда изменения. Будем обсуждать, то есть работать. Это наша задача, задача депутатов, работать над бюджетом. Исполнительная власть прислала нам тот бюджет, который они видят. Если у нас и у наших коллег есть другое видение по некоторым направлениям в этом бюджете, значит, мы должны снижать изменения. Нам же никто не ограничивает. Я думаю, что нам лучше работать с этим бюджетом, с органами исполнительной власти, приглашать руководителей центральных органов госуправления и совместно, если есть необходимость внесения изменений, чтобы мы совместно отрабатывали бы все моменты, по которым возникают вопросы. Песлан Викторович, и напоследок, вот понятно, что исполнительная власть – это отдельная ветвь власти, законодательная тоже независимая ветвь власти, но вы принимаете решение. Но слушаете ли вы мнение экспертов? Вот мы тоже проект бюджета не раз на радио «Спутник» тоже обсуждали, и люди более или менее эксперты в этой сфере тоже свое мнение высказывали. Наверняка вы следите за социальными сетями, что там говорят о проекте бюджета, о бюджетах, о расходах. Слушаете ли вы эти мнения? Для вас важно, что думают люди, какие настроения в обществе, как отреагируют при принятии проекта бюджета? Конечно, при принятии бюджета мы должны учитывать и мнения нашего общества, и отношения экспертного сообщества. Максимально объективная оценка нужна тем законопроектам, в данном случае в проекте закон о бюджете. Максимально объективная оценка того бюджета, о котором мы будем жить в следующем году.